С городом. Радио. Болтком. Мир не изменится, если мы не начнём с себя. Добро не появляется из воздуха. Его кто-то должен сотворить. Вместе мы это можем. Каждый вторник в 16 часов в эфире Радио Болтком. Программа «Зелёная лампа». А те, кто без нас не справится с бедой. И для тех, кто хочет помогать. Включи зелёную лампу, сделай звонок на благотворительный телефон. И подари надежду. Телефон для благотворительных звонков. 9-3-0-63-84. Плата за звонок 1 евро 42 цента. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодня вторник. День добрых дел на Радио Болтком. И в эфире программа «Зелёная лампа». Программа о тех, кому нужна наша помощь. И для тех, кто хочет помогать. Ведут её сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте. Я Рита Трошкина. И помогает нам включать зелёную лампу сегодня Артур Маскоц. Латвийский композитор-классик. Не побоимся этого слова. Четырежды лауреат большой музыкальной награды. И очень много про него можно рассказывать. И мы это сделаем. И поговорим сегодня о красоте, музыке и любви. А помогаем мы сегодня 18-летней девушке. Её зовут Занэ. Она живёт в Сигулде. Один раз мы уже делали про неё программу. У неё очень тяжёлое заболевание. Горло трахеи. И нужна реконструкция, нужна очень серьёзная операция по расширению дыхательных путей. Потому что Занэ очень часто задыхается и теряет голос. И без этой операции она просто не сможет говорить и не сможет дышать. Один раз мы собирали с вами деньги на помощь ей, чтобы она прошла обследование в клинике Германии. И сейчас немецкие врачи пришли к выводу, что ей нужно сделать серьёзную операцию, которая поможет. Обязательно Занэ. Но операция очень дорогая. Подробнее мы расскажем вам чуть позже. И телефон просто, напоминаем, 9-3-0-6-3-8-4. Это наш телефон. Евро 42 цента за звонок. Телефон помощи будет работать для Занэ две недели. Напоминаю, что гость нашей программы на связи с радиослушателями сегодня Артур Маскотц, латвийский композитор «Классик». Доброе утро. Доброе утро. Во-первых, мне хотелось бы пожелать здоровья Занэ. Дай Бог, бездоровления. И дай Бог, чтобы мы все могли как-то помочь ей восстановить здоровье. И чтобы вот эта передача тоже способствовала её возвращению к полноценной жизни. Это, наверное, самое главное сейчас. И здоровья всем. Спасибо. Очень интересно, у нас наши сюжеты, они по мере востребованности мы их готовим. Когда конкретно вот в этот период времени человеку нужна конкретная помощь, ну и параллельно приглашаем гостя, и никогда мы не устанавливаем каких-то специальных связей. Но, как правило, получается, какие-то такие перекидываются сюжетные мостики. Пересечения. Да, но так как её болезнь, это, там такое сложное название, но это полипы в горле, которые периодически нужно удалять. И она не может петь, да, но это её мечта. Ей периодически делают такие локальные операции на трахеи, на горле, и после чего она учится говорить заново и дышать заново. Очень тяжёлое заболевание. Девочка невероятно красивая, она просто какая-то, говорят, у вас все принцессы, но Зана реально принцесса. Она очень красивая девушка, ей 18 лет, она очень романтическая, у неё любимое такое занятие, она живёт в Сигулде, прийти к реке, сидеть на берегу, смотреть, как течёт вода, мечтать. Мы очень хотим, чтобы её мечта выздороветь сбылась. И Артур Маскотт нам сегодня в этом помогает. А вот скажите, пожалуйста, когда вы вообще начали музыкой интересоваться? Вы с этим рождаются? Или это как-то приходит? Как стать композитором? Живёт человек, и вдруг... Я не знаю, но когда я был ещё матери, мама говорит, что она очень много слушала музыку, читала про музыку, думала, но у неё не было никаких особых талантов или в семье, ничего подобного не было. Но она как-то почувствовала в себе, что вот она ждёт малыша, да, то есть меня тогда, да, это было давно уже. Но что она читала там биографии Бетховена, интересовалась там Шопеном, что-то. Вот у неё вдруг, она совсем-совсем молода была, ей было 19 лет, да. И она вдруг почувствовала вот такую склонность искать вот книги о музыке и что-то, и она сама не знает почему. Удивительно. Да, но когда я родился, конечно, я этого всего не помню, но где-то лет в 5, вот в таком возрасте, я помню, что я в детском саду, у меня было, я приближался всегда, у меня какая-то магическая сила влекла к фортепиано. И я всегда смотрел, как вот эта воспитательница, там старенькая такая дама была, как она играет, это у меня совершенно было такое, ну такое чувство, какие-то такие невероятные эмоции. Я помню вот это с детства такие. У нас в фортепиано дома не было, у меня не было никакой возможности, как бы, ну реализовать вот эту мечту, учиться что-то. Но вот это влечение, этот магнит я помню, да, вот это я помню. Артур, а вот вы родились в Валмере, мы знаем. Да, это, ну я жил, это, я просто родился там, но я жил 20 километров от Валмера, это совсем маленький городок Стренчи. Стренчи. Это в сторону Эстонии еще, и там прошло мое детство, и там я начал учиться и музыке, и потом уже в Валмере я учился музыке в детской школе. Вот в музыкальной школе, где вы учились 100 лет исполнилось, да? Да, так что, недавно, да. А вам в прошлом году присвоили звание почетный житель Валмеры. В этом году это было. В этом? А расскажите, как это было, вы приехали и получили эту награду? Ну, приятная неожиданность, я бы сказал, но я очень люблю Валмеру, и это моя родина, это, ну там, мой папа жил, его семья, и я с мамой там, и все это как-то связано с Валмерой, не только этот факт рождения, но и просто я в школе учился, и мне Валмерская музыкальная школа дала очень много, там был прекрасный преподаватель такой, Арвейс Розенберг, который мне стал как бы отцом. И он меня привел дальше в училище, в Ригу уже. Вот говорят, что мы начинаемся с детства, да, то есть все, что в нас потом развивается, оно заложено в детстве. Что вам главное дало ваше детство? Вы можете так вычленить? Я, наверное, был таким немножко, может быть, странным ребенком. Во-первых, я любил одиночество. Я любил где-то удаляться от всех, мне не нравилась такая толпа, или вот такой, какой-то такой шум вокруг меня. Мне все время надо было куда-то спрятаться, вот позже уже это было с книгами всегда. У меня были такие свои места, там у леса, я где-то такой, где-то в тени сидел, много читал, и меня все как-то думали, что я такой чудак немножко, и как-то не люблю общество, или что. Но я люблю общество, мне нравится. Я не такой уж, который все время закрываюсь где-то в какой-то интровертности, да. Но тогда в детстве я это состояние помню. Мне хотелось побить одному все время. Вот вы сказали, что вы много читали, а можете вспомнить, какие книги, может быть, произвели на вас особенное какое-то сильное впечатление в детстве? Там было много чего, но я сравнительно рано начинал читать поэзию, латвичскую поэзию сначала. Я читал много приключенческих романов, исторических романов. Я читал там Жоржа Санды, Дима и все это, да. А потом была одна потрясающая поездка в Михайловск, вместо Пушкина. Это не так далеко от стрянчей вообще-то, да, через угол Эстонии, и там уже недалеко. Была такая экскурсия, в которую я у меня там мама, ну, как бы посадила в автобус, да. И я вернулся оттуда и начал искать Пушкина. И, конечно, нашел мне с местной библиотеки и начал читать в оригинале. Это меня сразу очень увлекло. Это был какой-то внутренний переворот, переворот, я помню это. Мне было лет 14, может быть. Ну, вот волшебная сила поэзии. Да, и я потом уже, я понял, что от Пушкина идут дороги дальше и в музыке, и в поэзии, и в русской, и вообще-то в русской культуре. Я много начал, как бы, понимать из этого, да. Но сначала вот это было как раз, мне хотелось продлить вот это ощущение такого невероятного состояния, которое вдруг появилось у меня именно там, в Михайловске, да. Какой-то так приподнят, то есть и какая-то такая поэтическая, какая-то такая, ну, какой-то... Это, конечно, искал я себя вообще-то в этом, да. Это я потом понял. Ну, вот раз мы заговорили о поэзии, да, тогда давайте вспомним. Вы же дружили с Уэром Вацетисом. У вас есть музыкальные произведения на стихи разных поэтов. Эмили Диккенсон, например, да, вот этот известный цикл ваш. Ну, я бы не сказал, что дружил с Уэром Вацетисом. Ну, общались. Общался один раз, был у него дома, и мы вместе с Иваром Каунышем, популярным актером, спели вот этих 20 моих песен, исполняли, у него фортепиано дома было, и он нас пригласил, он знал, что мы что-то там делаем на его стихи, и ему это понравилось, кажется, и мы потом сделали целую программу. Ну, это было в 82-м году. Ну, да, Уэр Вацетис стал моим, как бы, фейворит этим. Любимым, любимым. Поэтому где-то вот в этом возрасте, в 14-15 лет, я читал все залпом, что я мог от него читать, и многое как-то осталось в памяти. И когда я уже, ну, мне было немножко за 20, я начал писать какие-то песни, и много писал для Ивара тогда. Вот тогда это были песни на стихи Уэр Вацетису, да. И поэты, они приходят как-то к вам, они как-то вот появляются. Это то же самое и с Эмилой Диккенсон. Это было уже значительно позже, ну, лет 15, может быть, назад, когда я из, одной из поездок в Нью-Йорк, мой хороший друг, композитор Датси Аперана, который живет в Нью-Йорке, она говорит, нам надо с тобой съездить на музей и такую усадьбу Эмилы Диккенсон. Это три или четыре часа на автомашине от Нью-Йорка. Мы поедем на один день, и ты посмотришь. И это было то же самое, что Михайловск. Такое, как бы, молния просто. Я начал много читать ее, и потом начал ее сочинять, естественно. Вот вы рассказываете такие вещи, а вы верите в судьбу, в Бога? Случайно такие вещи не происходят? Я верю в Бога, да, да, и другие, может быть, это называют и судьбой, я не знаю. Я верю в какую-то силу, которая направляет нас и нашу жизнь, делает какой-то, ну, в каком-то таком направлении и заполняет чем-то, надеюсь, что хорошим. Артур, а вот вы дружили с Андреем Жагарсом и работали вместе. И недавно в Цессисе был концерт памяти, памяти, то есть как это происходило, как вы его готовили? После ухода Андрея, который для нас, его таких близких друзей, это была очень большая потеря. Мы создали фонд Андрея Жагарса, и я очень рад, что я в этом фонде, я как бы за такие художественные, как бы, в память Андрея, но в то же самое время мы обязаны что-то вот не только напоминать о нем, но и давать, как бы, почувствовать те ценности, которые он так любил, и к которым он ориентировался. Это высокое такое искусство, и я тоже очень рад Западному банку и это фонд развития, который нас финансово поддержали в этом, да, и имели возможность пригласить очень-очень хороших певцов, которых любил Андрей тоже, и это Ирина Теорин из Швеции, одна из самых знаменитых вагнеровских певиц в мире сейчас. Это Олесия Петрова из Петербурга, это наш молодой Михаил Чулпаев, наш тенор. Был у нас недавно тоже. И Анис Апенис Баритон, да, и Модестис Петренис, который главный дирижер Национального оркестра Литвы. И так вот, мы хотим издать и книгу об Андрею, очень много фантастических снимков, фантастических вот его материала, что осталось после него. Ну, мы напомним нашим радиослушателям, вот сейчас Артур Маска сказал, что ничего случайного не происходит, и есть какая-то сила, которая направляет нашу жизнь в какое-то хорошее, доброе русло. Если вы сейчас оказались нашими радиослушателями, вот вы сейчас слушаете нашу программу, наши рассуждения о музыке, о красоте, это не случайно. Наша программа посвящена помощи 18-летней девочке Заны Куриня и Сигулды. Это очень важная и серьезная ситуация. Ей нужна операция, которая просто, ну, она спасет ей горло, она сможет дышать, она сможет говорить. В Латвии, к сожалению, такие сложные операции невозможны. И в Штутгарте клиника ждет ее, специалисты готовы принять. Уже все обследования девочка прошла. Сумма большая. Даже страшно озвучивать. Даже страшно озвучивать. 41 175 евро. И вот мы все-таки надеемся, что с помощью наших радиослушателей, читателей нашего сайта и наших друзей в социальных сетях мы поможем девочке просто, ну, как, изменить ее жизнь. Потому что в данный момент она, ну, практически вот всю жизнь, с рождения, ей раз в две недели делают операции, вырезают из горла полипы, и не было решения. И в июне мы делали программу о ЗАНе и собрали сумму, чтобы она поехала в Штутгарт, в специализированную клинику, провести обследование. Вот там нашли решение, что можно сделать эту операцию, и можно, ну, просто помочь девочке жить потом нормальной, полноценной жизнью. Телефон наш 9306384, реквизиты для перечисления помощи опубликованы на нашем сайте mixnews.lv, в рубрике «Зеленая лампа». Там есть фотографии ЗАНа, она действительно очень красивая, светлая такая девочка. Она сказала в июне, когда вот была первая программа, и были собраны деньги, что она была настолько растрогана, что просто сидела и плакала, не могла поверить. Потому что там тоже была сумма достаточно немаленькая. И вот то, что люди совершенно незнакомые откликаются на чужую беду, это говорит о том, что мы не безнадежны. И мы, и наша страна, и мир, вот все-таки хорошего больше. Мы хотим в это верить, не будем наивными, да, всякое бывает в жизни. Но вот в данной ситуации мы верим в людей, и это действительно дает силы как-то переносить все и жить дальше. 9306384. Наш телефончик евро 42 цента за звонок. Наш гость Артур Маскотц. Вы четыре раза получали большой музыкальный приз. Вы были неоднократно номинантом, лауреатом ночи лицедеев. Да, спелменю на акции. Скажите, а вот как вы относитесь к наградам, и какая, может быть, награда для вас самая была дорогая, значимая такая? К наградам я отношусь как, наверное, не то, что кладнокровно, но они, конечно, помогают, и они, конечно, мотивируют. Это самое лучшее, что делает награда, это мотивирует, что значит, то, что я сделал, это не совсем уж плохо, и, значит, это что-то кому-то годится, и кому-то нравится, и исполнители это любят, да, то есть в моем случае, да, музыканты, да. Но самые какие-то, может быть, большие награды для меня – это какие-то тёплые и неожиданные иногда слова каких-то очень близких людей. Моя вот старая учительница позвонит мне и говорит, вчера я слушал твоё там какое-то там что-то по радио, и, знаешь, меня это так волновало, я потом уснуть не могла. Хорошо. Ну, вот это даёт какой-то совсем… Человеческий отклик. Такой-то человеческий отклик, да. Это что-то для меня больше значит, чем официальные какие-то речи и какие-то вот… Конечно, вот на рояле дома стоят эти четыре статуэтки серебряные, это, конечно, приятно, да, но это только как бы мотивация и работа дальше, я вот так это воспринимаю. Ну, вот Раймонд Паулс очень высоко вас оценил и сказал, что как композитора он вас считает одним из лидеров серьёзной музыки сегодня, нашей музыки сегодня. И это он говорил о вашем произведении «Танго», которое вышло в финал третьего международного конкурса симфонической композиции в Лондоне, да. И скажите, международное признание вот «Танго» завоевало, а почему «Танго»? Откуда появилась вообще вот эта тема? Во-первых, спасибо Раймонду Паулсу, у нас очень такие тёплые отношения с ними, я работал вместе с ними и аранжировками его произведения, и я его считаю одним из самых-самых великих музыкантов, не только Латвии, но вообще, что мы живём одно время с ним и что он творит. «Танго», ну, мне всегда вот как-то влекла поэзия танца, я так бы сказал. Есть музыканты, которые говорят, что в моей музыке непрерывно, даже если она не танцевальная, если она даже не производит каких-то танцевальных элементов, то вот эта внутренняя энергия танца всегда ощущается, даже в каких-то совсем других жанрах, да, и в том числе академических, да. И что вот это, я как-то сам себе понял, вот в себе эту энергию, это, может быть, возможность выразить себя через музыку, которая тоже даёт движение какое-то вот, и танго возникло, да, был заказ национального оркестра, но не было конкретной темы. Вот симфонические произведения и большой состав, минут 12-15, сделай что-нибудь, да. И я помню, что мы вместе сидели с Аллой Сигаловой, которую я очень уважаю, и сидели на концерте в Латвийской опере Гидона Кремера, он играл пиацол тогда. И я говорил Алле в антракте, что мне надо написать симфонические произведения, может быть, это будет танго. Она говорит, танго – это для небольшого камерного состава исполнителя, и как же писать для большого оркестра? Я говорю, я для большого хочу. Но потом так и получилось, и я был, конечно, очень рад, что эта композиция вышла очень быстро за пределы Латвии, и её играли действительно много оркестров в мире, и много дирижёров интерпретировали, и в том числе и Лондонский симфонический оркестр, вот тогда в этом мастер-прайз конкурсе, и когда я сам по утрам не верил, что я иду на репетиции к Лондонскому симфоническому оркестру. Это было, конечно, очень волнующе. Вот вы нам рассказывали, что у вас был план поехать в Чехию, потому что там тоже ставят ваше произведение. Прямо сейчас. Там идёт балет сейчас в острове, был он в Бруно, балет «Опасные связи». Перед тем был он в «Большой опере Познаний» в Польше. Так что я радуюсь, что вот эта композиция тоже вышла, и она полностью ставится вот в таких балетных театрах с оркестром, со всей труппой. Это очень-очень-очень приятно. Я благодарен, конечно, первой команде постановки этой, которая была в нашей национальной опере, это хореограф Кшиштоф Пастор и танцовщики, которые вот в первом составе были. Это самая любимая моя команда. Это Алексей Овечкин, это Элза Леймана, это Сергей Некшин. Вот это очень-очень для меня дорогие воспоминания. Вы открывали гастроли латвийской оперы в Москве с этим спектаклем, да? Да, такой тоже был, да. В 2006 году. Это очень хорошо критика вообще оценила это все. А почему «Опасные связи»? Как этот сюжет к вам пришел? Ну, я понял, что если было предложение из руководства балета делать вот на целый вечер такой спектакль, и я понял, что надо выбрать какой-то сюжет, который был бы таким, ну, культурной ценностью уже нашей такой истории культуры, да, и который был, ну, в каком-то хорошем смысле и популярным, не бояться этого слова, да. И вот этот сюжет, этот роман Шадерло де Лакло, он давно, с 18 века, да, он действительно стал таким классической ценностью и прекрасный фильм на этот сюжет, ну, хотя в балете копировать фильм абсолютно невозможно, это другой жанр. И хореограф был Кшиштоф Пастор, и он тогда жил в Амстердаме, я прилетел к нему, и мы сидели по вечерам и думали, что это может быть, из чего мы это сделали. Мы пришли вот к этой миссии, что вот это «Опасные связи». Это также была идея Кшиштофа, как и моя. А вот, знаете, очень хочется спросить про вашу оперу, про Валентину, которая основана на реальных событиях, она, когда была поставлена, вызвала очень много обсуждений, действительно стала событием. И как вы взялись за такие тяжелые страницы истории? Это тема Холокоста и любви, конечно, да, но в первую очередь, вот слом, слом, на сломе эпох, Холокост, гибель интеллигентной семьи. И вот Валентина, это реальный персонаж, Валентина Фреймана, это легенда латвейской культуры, искусствоведной, знаменитой, которая жила в Берлине. Почему вы взялись именно за эту тему? Я видел через судьбу Валентины, которая стала мне очень дорогим человеком, и я бы мог взять смелость на себе и сказать, что мы стали как бы друзьями, да. Я знал ее давно, она была прекрасным преподавателем истории театра и кино в молодости, когда я учился еще в консерватории, да, и очень она повлияла на судьбу многих латвийских актеров и их таких вот, их уровня и ценностей, да, и мне все это было очень близко. Но я не знал тогда вообще о судьбе Валентины, что ее судьба и ее семьи во время Холокауста и во время вот этих исторических переломов истории Латвии, что она вот настолько глубоко ее тронула, и настолько это вот было с ней вот все напрямую связано, да. И когда я узнал это, я как-то почувствовал в ней, что это вот и есть Латвия. Вот это и есть. Вот это та сила и вот этот перелом власти меняется, вот это то и другое, и приходит такая авторитарная система, потом другая авторитарная система. Вот как она через все это проходит и остается такое позитивное и такое светлое, и она всегда очень любила жизнь, и она прожила больше, чем 90 лет, 95 почти, да. Вот в феврале, если сейчас следующего года, вот через несколько месяцев будет ее столетие. Да, и она стала каким-то для меня, ну, очень близко, я почувствовал эту судьбу, и я думал, что вот эту страницу истории тоже надо открыть, открыть на большой сцене. И я знал, что меня ждет очень многие противоречия, и что очень неоднозначные оценки этого, я с этим просто знал. И Валентина старалась меня отговорить, скорее всего, от этого проекта. Она сказала, что вот я никогда не ожидала, что я буду ходить по оперной сцене, что я стану оперной героиней, и вот этого я в своей жизни никак не ожидала, что вот это еще будет, да. Но она сказала, что вам не легко будет с этим сюжетом, и с этим, если над этим честно работать, да, и не было легко, да. Но я много приезжал к ней в Берлин, мы много общались, я стал как бы постоянным гостем ее квартиры в Берлине, поскольку в последние годы жизни она в Ригу почти уже не приезжала. Ну, какие-то последние 6-7 лет она не приезжала уже сюда. До 90 лет она еще полгода жила в Латвии, полгода в Риге, полгода в Берлине, да. Ну, и так это она доверила мне свой манускрипт этой книги, когда этой книге еще не было издана. Рукописи. Да, и это все очень много означало для меня. Ну, вот можно цитату зачитать, да, как писали о вашем спектакле. «Требуется весь могучий гуманистический талант Артура Маскотца, чтобы объединить эмоции зала, вовлеченного в нескончаемый диалог с сюжетом, и направить все это к свету. И то, что в итоге удается, невероятное достижение. Валентина – это о том, что жизнь не кончается, и тогда, когда в конце туннеля гаснет свет. Нужно только любить». То есть какой главный месседж вы вкладывали в вашу москву? Вот это, наверное, вот это и сказано, что любовь – это самая высшая сила. Она нас двигает, и даже в самой вот, как бы, ситуации, когда кажется, что выхода уже нет, а сколько в ее молодости было таких ситуаций, да. И она прошла через все это, и она верила в людей всегда. Любовь в таком широком гуманистическом смысле. И она никогда в ней не чувствовала, в общении с Валентиной, не чувствовала, что она обижена на судьбу, или вот что-то, ну, такая, ну, что у многих пожилых людей вот надо ворчать, что вот то не было, то не было в жизни. У нее почти ничего не было. Она поднялась, и после войны начала опять учиться, поступила в университет, потом поступила в ГИК в Москве, в ГИК из ДАМ. Расскажите, как вы попали в сотрудничество с русским театром, с нашим, Рижским? Это прямая связь какая-то. Бивший директор русского театра Эдуард Цеховал, я очень уважаю этого интеллигента, и, как бы я сказал, духовного аристократа, да. Он посмотрел спектакль Валентина. А, вот как. Да, и решил меня пригласить на такой проект, на поэзию Райнеса и Аспазы, тогда было 150-летие, это был 2015 год, и они ставили спектакль, очень интересный по своему замыслу, с главным режиссером театра Игорем Коняевым, на стихи Райнеса и Аспазы. Притом пришли к такой мысли, что вот, поскольку там будут мои песни, то песни будут исполняться в оригинале на латышском языке, а вот все диалоги, все, как так, аудитория смешанная, там и русские, и латыши, диалоги все будут вестись на русском, да. И я немножко испугался этого всего, я не знал, что там, как там все будет, я не знаком был с труппой, и спросил совет у Раймонда Пауса, поскольку я знал, что он много там работает, да, он говорит, иди спокойно, не волнуйся, все будет хорошо, они работают, как зверь. Он меня как бы мотивировал, да, я благодарен ему за это, потому что получилось, кажется, неплохо, и я очень подружился с этой труппой, и с этой атмосферой русского театра, мне очень понравилось там. И недавно, это уже во время пандемии, вылилось в сотрудничество вот с молодыми актерами Рижского русского театра, вы написали музыку для фильма, который сделал Кирилл Зайцев как режиссер, это тоже сложная тема, фильм о войне, очень драматическая такая история, и вот вы классик, маэстро, да, и это дебютная картина молодых ребят, вот вы написали для них музыку. Я не ожидал, что Кирилл меня вспомнит обо мне, и что он пригласит меня писать эту, это он позвонил мне и говорит, он сначала хотел музыку к тьюзеру, и там использовал уже, он где-то нашел вот это, моё, да, исправится молитва моя, первые вот какие-то там такты, и очень удачно это смастерил с этим тьюзером, да, и говорит, ну вот сначала мне надо, чтобы вы позволили, что я использую там вашу музыку, а второй вопрос, что я хочу дальше, уже чтобы вы написали музыку к этому фильму вообще. Вы удивились? Я удивился, что он, во-первых, я был очень рад, что он, я его очень уважаю, он прекрасный актёр, и, ну, вообще такая очень харизматическая личность, и очень, мне кажется, трудолюбимый, и такой, он всё может, что он вот задумает, да, он целеустремлённо доведёт до такой высокой степени и профессионально, да, и всего, и я был рад, что вот он нашёл себя в такой режиссуре, но когда я посмотрел этот материал, который он прислал, я был ещё более удивлён, потому что я своим глазом увидел, что это очень профессионально сделано, что это, что это просто уже настоящее кино, что, и хорошо, что он пригласил своих однокурсников на этот фильм, очень сложный фильм, да, короткометражный, 35 или 6 минут, но психологически очень трудный фильм, да, и я, конечно, не задумываясь, пригласил свои, мешал только этому пандемии, поскольку мы не могли напрямую вообще-то общаться, мы могли только через Zoom или какие-то ещё там такие вот формы коммуникации, которые ещё вначале были очень как-то трудно работать, как бы, да, но с Кириллом как-то вот это шло. Поясним, что Кирилл Зайцев – это актёр, который работал в нашем Рижском русском театре, он переехал в Москву, активно снимается в кино, и вот зрителям знаком... И сейчас я советую ещё посмотреть это, который идёт в субботах, по субботам ледниковый период, катание на коньках, и он там участвует, это просто удивительно, что он делает. Ну, он же вот на коньках научился кататься специально для фильма, которым снимали, играл. Это меня опять поразило, Кирилл, ну, к чему бы он ни пришёл, за что бы он ни взялся, сразу у него такая качественность, и такая глубина, и сила сразу чувствуется в нём. Ну, фильм «Сашка», который он снял как режиссёр с вашей музыкой, он получил уже много призов. Да, я так понимаю, что это очень хорошая судьба у этого фильма, да. Удивительно. Дай Бог, Кириллу просто вот такой творческой энергии, ему всё дано, чтобы стать таким. Артур, а вот театр в вашу жизнь пришёл очень рано. Вы 15 лет были музыкальным руководителем театра «Дайлос», да, потом вы работали в опере. Скажите, да, в «Дайлос», за время работы в «Дайлос» вы написали музыку почти сотни театральных постановок. Это не только в «Дайлос» тогда было, это и самые разные театры, и Латвии, и национальные, и новые театры, и «Долгопиус», и «Волмир», и «Липая», да, да. А с чего вот вы работу начинаете над спектаклем? На что душа откликается? Да я когда учился, я не думал вообще, что моя судьба как-то будет связана с театром. Это опять Андрей Жагарс, мы были просто хорошие друзья, и он меня привёл к театру «Дайлы», к руководству, что вот у него друг, молодой композитор, и может быть он может что-то написать, попробовать и так далее. И помог тогда этому и Юрис Карлсонс, который был заведующим музыкальной частью, и хотел вообще, Юрис хотел как бы идти в другую работу, и он искал, кого оставить на своё место. И это вот как-то совпало. Я был в последнем курсе консерватории, и вдруг попал в театр «Дайлы», и это для меня тогда было, ну, большое событие, да, это определило жизнь как-то вот. И мне это, как-то вот совсем молодому человеку, которому надо найти своё место и своё творческое место в жизни, да, это мне очень помогло. Вот вы упомянули, что у вас есть композиция на слова православной молитвы, «Да исправится молитва моя», вот то, что Кирилл Зайцев. Взял как темы для своего фильма. Фильм звучит классическое, это Чесноково, это произведение в конце фильма, а моё он взял для тюзера тогда. Да, да. А вопрос такой, что почему вдруг вы решили положить молитву на музыку? Откуда, опять же, к вам вот эта вот идея пришла? Я даже не могу точно вспомнить этот сигнал. Я как-то прочёл это и понял, что это надо мне, для радиохора, с которым я всегда очень много сотрудничал и очень много радиохор делал в моей музыке, с Игвардом Клявой именно, с дирижёром, да, и вдруг я понял, что Сигвард, он тоже увлекается православной музыкой, молитвами и классической православной музыкой, ну, там, Рахманинова, он дирижирует Чайковского, да, Гречанинова, и что вот постараюсь я это сделать. Потом я сделал на стихи Пастернака из стихов доктора Живаго на страстное такое большое произведение, тоже на радиохор. И оба вот эти композиции, они что-то больше, чем песня. Это какие-то такие, такие излияния души, если можно сказать. Но почему и как, я даже не могу определить, это как-то пришло ко мне. Ну, хотим напомнить, что сегодня мы, наша зелёная лампа включается в помощь 18-летней девушки Заны. У неё действительно очень сложная ситуация, то есть ей просто необходимо, жизненно важна эта операция, которую ей сделают в клинике Штутгарта, чтобы она могла реально жить нормальной, полноценной жизнью, говорить и не задыхаться. То есть мы с вами можем подарить ей дыхание, возможность дышать. Вот такая вот задача непростая. У нас стоит телефон 930-6384, работает две недели для Заны, потому что очень большая сумма. Мы просим вас поделиться этой информацией по возможности. Счёт помощи открыт в благотворительном фонде Be Open, с которым мы сотрудничаем. Никакие проценты денег, переведённых на счёт, не берутся. А номер счёта и историю Заны и фотографии вы можете посмотреть на сайте mixnews.lv в рубрике «Зелёная лампа» и также в социальных сетях, тоже на страничке, на фейсбуке страничка «Зелёная лампа». Ещё важный момент, что благотворительный фонд Be Open имеет статус «Организация общественного блага» и перечисления пожертвований. Их можно сейчас как раз конец года использовать для налоговой декларации, для уменьшения и возврата налогов. И частные лица это могут сделать, и юридические лица. И сейчас как раз, может быть, если у кого-то фирмы или компании, которые думают в конце года, каким образом, может быть, направить средства на какие-то пожертвования, вот мы, как сказать, хотим привлечь ваше внимание, что есть 18-летняя девочка, для которой это реально вопрос жизни. Жизненно важно, да. Напоминаем, что сегодня на связи с радиослушателями, и помогает нам включать «Зелёную лампу», Артур Маскас, латвийский композитор-классик. Вот совершенно серьезно мы сейчас с вами говорим с классиком. Артур, скажите, а когда идет премьера, вот во время премьеры вашей музыки какой-то, где вы сидите в зале, за сценой? Как вы это воспринимаете? С каким ощущением? Ну, это довольно ужасное состояние. Иногда лучше я прячусь где-то. Да-да-да, я не хотел бы, что... Ну, не страшно. Как-то вот это очень странное всегда ощущение, потому что я уже помочь ничего не могу там. Да, всё сделано, что сделано, то сделано. Выпущено. Что есть, что есть, чего нет, того нет. Это всё уже в руках исполнителей, дирижёра или там труппы балета или артистов, да, играющих в спектакль. Но, конечно, волнение очень большое, как, может быть, ощущение, что рождается ребёнок буквально иногда. Но я не знаю, конечно, для женщины это совсем святое, другое, да. Но тоже для меня это... И тогда вот такой вот какой-то испуганный выход на публику. А как вот реакцию публики? Вы ощущаете вот этот отобмен, да? Да, я ощущаю, да. Это уже с годами я привык, я чувствую. И они зарядились этим, приняли это, или они такие, ну, вот такие... Вежливые. Вежливые, да, аплодисменты. Вот это всегда можно... Это мне когда-то говорила Жермена Гейна Вагнера, выдающаяся латвийская певица. Она говорит, я по радиотрансляции ощущаю, как этот спектакль принимается. Я ощущаю по энергии аплодисментов. Это сразу чувствуешь. И, конечно, если атмосфера дружественная, и вот это такое, ну, как бы это состоялось, да, то это чувствуется тоже по реакции зала. Конечно, она отличается здесь от реакции, там, не знаю, Франции или Италии, там по-другому немножко, поскольку они реагируют, ну, ментально, они другие, других темпераментов, да, люди, да. Но всегда вот это чувствуешь. Интересно. Да, наша программа уже подходит к концу, осталось буквально две минуты, видите, как быстро всё происходит, ещё только начали говорить. Знаете, да, вот мы говорим сегодня о девушке Заны, которой нужна помощь, мы говорим о хорошем, о красоте, о музыке. Скажите, вот как вы считаете, милосердия в нашем мире стало больше или меньше в последнее время, вот в связи с этими тяжёлыми событиями? Ну, времена трудные сейчас, и они очень требуют от каждого из нас какой-то такой внутренней мобилизации, конечно. Мы, конечно, устаем. Мы иногда сердимся, мы, не дай Бог, сердимся на какого-то ближнего человека, да, или что-то нас... Но мы должны как-то взяться за руки, и милосердия должно быть больше, его сейчас очень необходимо в мире. Он просто... Это наше качество, это эмпатия, она должна присутствовать всё больше и больше, а то... Дела плохи будут. Дела плохи будут, да. И, может быть, надо и закончить передачу тем же самым, что и начали, что помогите Зане, давайте возьмёмся за руки помочь ей. Спасибо вам за эти слова. Это очень просто сделать, просто набрать телефон. 9-3-0-6-3-8-4. Правильно, вот Артур сказал, что всем сейчас, ну, нелегко, во всём мире, да, и психологически, но, в принципе, ничего страшного не происходит, всё хорошо. А вот человек, который попал в беду, в реальную, на фоне вот всей этой пандемической нашей реальности, вот ему действительно очень нелегко, и вот эта 18-летняя девочка очень ждёт помощи. Мы благодарим всех, кто помогает, кто это делает. На прошлой неделе мы собрали полную сумму для 6-летнего Адриана, которому нужен годовой курс аботерапии, он мальчик с аутизмом из-под Тукумса, да. Спасибо вам огромное. Буквально сегодня чудо случилось, пришли ещё 2 тысячи евро на его счёт, и годовой курс будет оплачен, и даже ещё останется на дополнительную реабилитацию. Нас поразило, что эти 2 тысячи – это пожертвования от частного лица пришли. Да, дай Бог всем здоровья. Вот такие маленькие чудеса случаются, и когда человек помогает человеку, это, наверное, самое главное, что мы можем из этой жизни извлечь, получить для себя. Да, и то, что это как бы возвращается к самому, вот чтобы люди верили в это, что доброта, она не пропадает, она где-то не исчезает в облаках, она даёт потом самому какие-то вот… Вот это вечный такой обмен энергии. Круговорот добра. Да, круговорот нашей доброй энергии. Спасибо большое. Вот этими словами, просто мы заканчиваем, замечательными словами заканчиваем сегодняшнюю программу. С нами был Артур Маскотц, латвейский композитор, известный, и говорили мы о хорошем. Поэтому желаем вам всего доброго, встретимся через неделю. Спасибо.